Любое чужеродное для организма вещество называется антигеном. То есть такой тип молекул, которых нет в вашем организме. Сколько разных антигенов есть в окружающем мире? Миллионы и миллиарды. Мы с вами говорили про разнообразие белков, оно чудовище. Скажите, пожалуйста, большинство белков, с которыми вы встречаетесь, молекулами которых встречаются в вашу жизнь, это белки такие же, как у вас в стиле или какие-то другие? Конечно, они другие. Они все антигены, они все чужие. Но и масса всяких других соединений тоже не встречается в нашем организме. Вот это и есть антигены. Что такое антитела? Антитела – это избирательные противоядия белковой природы. То есть построены из белков. Слово «избирательные» в этом определении что значит? Антитела – избирательное противоядие белковой природы. Противоядие определенного образа. Именно да. Только не бактерии, а чего? Вещества. Вещества. Соответственно, каждый тип антитела будет взаимодействовать с любыми антигенами или только со строго определенными. Только со строго определенными. Чем разные антитела отличаются друг от друга? ЛЦПМ. ЛЦПМ – другая последовательность аминус. И каждый тип антитела взаимодействует только с определенными аминусами. Понятно? Ну а теперь. Учтите, что иммунная система – одна из самых сложных в нашем организме. И сейчас мы с вами крайне упрощенную модельку смотрим. Ребята, если копнуть всерьез, то в нашем организме нет простых систем. Иногда кажется, что про какую-то систему действия мы знаем все. Через несколько лет появляется новая информация. Ясно, что мы знаем вот столько, а не знаем мы там еще вот столько. Сейчас исключительно быстро накапливается новый материал в биологии. Как раз из-за того, что возникли и разрабатываются новые методы исследования. Дает огромное количество информации. Как обстоят дела? Ну, прежде всего, в течение всей жизни человека у нас с вами есть в организме Тили несколько заповедников клеток, где живут совершенно особые клетки. Клетки эти живут в каком режиме. На самом деле, каждый из них умеет делать только одну вещь. Такие клетки умеют быстро делиться. Все только. Итак, живет клетка Вася, рядом Петя, рядом Маша, рядом там, рядом Марья Ивановна. Вот живут клетки. Отлично. Эти клетки поделились. От каждой клетки сколько произошло? Два потомка. Согласны? Один из потомков сохранит программу жизни и деятельности предка. То есть, он останется такой клеткой, которая сначала вырастет, восстановит свой размер. А как только она выросла и восстановила размер, что она сделает? Тоже разделится. Тоже поделится. Совершенно верно. А вот вторая клетка у каждого, которая возникла в пределении, включит новую программу. Программу превращения клетку в какую-либо определенную в тайну. Бывают такие вот заболевники, вот называются две растения, они будут называться порождающей ткани. Меристемы. Клетки порождающей ткани. У нас с вами порождающие клетки называются стволовые клетки. В результате у стволовых клеток одна задачка не будет поделиться, а их потомки проходят специализацию, превращаясь уже в клетки каких-то определенных. Так рождаются новые клетки, которые потом станут клетками кости. Так рождаются новые клетки, которые потом станут клетками кости. и так далее. Так рождаются новые клетки, которые станут клетками крови. Вот для нас эта компания сейчас самая важная. Прождающая ткань, которая формирует будущие клетки крови, кто знает, где она находится в теле человека? В сердце? Нет, ни в коем случае. В лечении? Ребята, у нас одна зона рождения новых клеток крови. А красные кровяные тельца по силе? Нет, красные кровяные тельца размножаться не могут в ухлоп, у них нет ядер. Ребчайшее исключение, когда клетка нашего тела при полном созревании просто выбрасывает ядро. Поэтому, такие клетки могут быть жители или нет? У них нет своего ядра. Живут они на пределе где-то 4 месяца. То есть, 120 дней. Что из этого следует? Из этого следует, что через 4 месяца все до одного эритроцита из тех, которые сейчас движутся по вашей крови, погибнут и разрушены. Многие из них еще и раньше, а вот через 4 месяца уже все это получили. Почему вы при этом не умрете? Потому что все новые и новые поколения рождаются в красном костном мозге. Итак, главный кровотворный орган красный костный мозг. Именно там сидят стволовые клетки, при делении которых формируются предшественники клеток крови. Еще раз так. Красный костный мозг. Кровитворный орган всех клеток, крови без исключения. Да и масса других клеток тоже. Допустим, предшественники в костном калии, там же как-то герой. А на свое место приезжают с потоком крови. А эти такие, которые где-то там планируются предшественники? Есть вторичные предшественники, но об этом мы тоже так говорим. Да. А в красном костном мозге она была готова с улыбками внестица? Вот механизм. Клетка красного костного мозга, вот она. Так, она поделилась. Беренький потомок кем остался? С стволовой клеткой. Остался стволовой клеткой. Так, а желтенький потомок кого будет превращаться? В красный потомок. Ну, в будущую клетку пройдет. При такой системе, сколько бы клетки не отделились, уменьшается ли количество стволовой ткани? Нет. Такая сквозь клетки не остается, и тогда будет увеличиваться. Да, конечно. Да. Ну, правда, к сожалению, у нас с вами, как обстоят дела, с возрастом количество стволовых клеток в организме человека уменьшается. У вас сейчас пока что красный костный мозг очень активен. Все процессы восстановления и развития новых участков тканей будут вовсю. А вот у меня в теле уже не хорошо. Масса очагов красного костного мозга захолкнулась, и, соответственно, восстановительные силы начинают меняться. Масса очагов красного костного мозга. Есть такая, когда указано, что они не образуются, а есть наоборот полнокровие. Что это такое? Полнокровие, такого медицинского термина нет. Это вы используете термины, которые в 19 веке использовались. То есть, полтора века назад. На этом языке сейчас говорят только домохозяйки. Это совершенно особая часть человечества, для которой все, что происходит вне кухни, вне телефона, даже никакого такого полнокровия в природе не бывает. А бывает, что первое состояние, вы верно оценили, бывают заболевания, при которых происходит выражение красного костного мозга. Лейкемия. Еще называют это заболевание рак крови. Что при этом произойдет? Красный костный мозг, во что это выразится для человека? Для его больших крови. А, да. Нарушается нормальное воспроизведение, нормальное строительство клеток крови. Русское название лейкемия, такое традиционное, белокровие. Ведь красную окраску наша кровь имеет благодаря чему? Вообще-то она бесцветная, чуть желтоватая жидкость. А, благодаря красной крови? Именно так, благодаря эритроцитам. Если эритроцитов рождается все меньше и меньше, что с красной окраской крови? А, на тебе? Кровь-то она все более глюклая, все более прозрачная. Исключительно плохое состояние, потому что эритроциты – это главные переносчики кислорода. А сколько так можно кровать? Зависит от степени. А, лично? А, лично? Что? Пересадкой донорского костного мозга. То есть надо найти человека, который добровольно сдаст порцию своего красного костного мозга. Операция страшно болезненная, называется отделопункция. Только введение чужого красного костного мозга может продлить жизнь этого человека. Продлить? Продлить. Вылечить совсем счастливое слово. А вот вопрос, а этот костный мозг может не прерываться. Правильно. Поэтому во время всех пересадков окна. В настоящее время что делают? Пересадка печени, пересадка люфтки, пересадка полочки. А сначала убивают иммунитет у человека. Если иммунитет не разрушить, то начнется не иметь нахажение. Иммунная система человека тут же отреагирует на чужие белки и встанет на уши. Потому что как иммунная система отнесется, допустим, к чужой почте. Как сверхмогучие бактериальные инфекции. Огромное количество чужеродных веществ. Все, все силы организма прошены на уничтожение этого скопления. Этот процесс будет называться отторжением. Поэтому после пересадки органа, человек с пересадки органа может прожить долго. Но какая это будет жизнь? Болезнь постоянно. Если он заболел, он умер. Потому что иммунитет вышел. Идеальный случай сидеть в стерильном доме и никуда вообще не соваться. Потому что такого организма почти нет способности сопротивляться любым чужеродным микроорганизмам. Как у больного спида. Что? Да и если. У больного спида нарушено сопротивление только по отношению к очень ограниченной группе заболеваний. Со всеми остальными заболеваниями его тело нормально справляется. А вот если у вас выключен иммунитет, у вас просто упал сопротивляемость. ВИЧ вообще не убивает всех. Нет. Спасибо. Дойдем до вируса, поймете, что такое ВИЧ. Поймете, как он работает. При ВИЧ-инфекции, кстати, разных форм спида. Десяток. И только одна из них называется ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция реально может зараживаться. Всеми остальными формами спида человек не заражается. Он до них просто сам доживает. В каком смысле? Переведите на русский язык Решепрути. Спида. Что означает это сокращение? Решепрути. Синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром – это общая картинка заболевания. Приобретенный – это значит, вы с ним родились или в течение жизни заработали? В течение жизни. В течение жизни. Иммунодефицит. Дефицит – это какое состояние? Нехватка. А дальше тут не хватает. То есть общая картина заболевания, при котором недостаточно работает иммунная система. Если полностью расшифровать название спида, то мы получим вот такое объяснение, что оно значит. Так вот, как можно замучить собственную иммунную систему? Вот с ней обязательно вирус ВИЧа. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, из-за которого там эпидемия спида возникает. Хорошо, а как еще можно замучить иммунную систему? ВИЧ – слишком часто болеете. ВИЧ – а почему? Если вы слишком часто болеете, это значит, что ваша иммунная система не справляется. Почему вы слишком часто болеете? ВИЧ – это раз у вас недостатка антител. ВИЧ – по какой причине? ВИЧ – у нормального человека нормальное количество антител. Вот если что-то происходит с иммунной системой, это может должно быть какое-то объяснение. ВИЧ – просто антител затрачивается на противостояние веществу? ВИЧ – ну не совсем так, хотя некоторые рациональные идеи, потому что вы говорите, есть. Одна из возможностей – хроническое отравление. Какое-нибудь требование. ВИЧ – в городских городах запросто. Потому что масса таких веществ, которые в городе ваше тело встречается регулярно, вызывает перенапряжение иммунной системы, вызывает разлад в работе ее механизмов и общая иммунная сила организма. Второй вариант, еще более характерный для современной культуры, особенно для житой мегаполисы – хронический стресс. Слово «стресс» наверняка слышали. Что такое стресс, это на самом конце курса с вами грамотно поговорим. Дело в том, что избежать стресса жителю мегаполиса невозможно. Особенно подростки, которые обожают тусоваться, обожают широкие круги общения. Им кажется, что именно такая жизнь настоящая, именно к этому мы стремимся. Вот ваш организм с этим категорически не согласен. Я сейчас вас совершенно не призываю к какому-то так называемому здоровому образу жизни, потому что от его понимания все время он волос на голове шевелится, что сейчас считается здоровым образом жизни. Нет, ну как? Разумеется, живите так, как вы считаете нужным. Вы сами отвечаете за свою жизнь, но учтите, это не компьютерная игра. Это не волк, правда. Где в случае, если вы проиграли, можно перезагрузиться и играть опять. Наше тело – это чертовски устойчивая конструкция, у нее не менее семи степеней защиты. Только в отличие от компьютерной игрушки, если вы зажгли одну степень защиты, она когда-нибудь восстановится, а она просто не восстановится. Все превращается. Так что, для того, чтобы не делать каких-то существенных вук, хотя бы для этого уже надо хотя бы немного понимать, как работает эта мозг. В разном в основном мозге родились клетки предшественники, клетки кровя. Одна из групп этих клеток будет называться лимфоциты. Называется это не так, потому что они обитают не только в кровеносных сосудах, но и в лимфатических. И в частности, в лимфатических узлах. Лимфоциты бывают разные, в частности, выделяют Б-лимфоциты и Т-лимфоциты. Вот эти буквы происходят от латинского названия разных окон. Лимфатические узлы в переводе на латынь обозначаются как гурса. Гур-са. Первая группа П. Б-лимфоциты проходят окончательное созревание как раз в лимфатических узлах. Б-лимфоциты проходят окончательное созревание в железе, которое находится у каждого человека вот здесь. За грудиной, внутри грудной клетки. Лежит поверх трохея. Железа, это называется по-русски вилочковая железа, по латыни кимус. Т-лимфоциты. Созревают кимусы. В свою очередь, Т-лимфоциты будут делиться на две группы Т-киллеры и Т-хеллеры. Клетки убийцы и клетки помощники. Так вот, спик, который вызывается вирусом ВИЧ, по какой причине развивается? А вирус ВИЧ паразитирует вот здесь. В Т-киллерах. А в результате, человек, который зацепил этот вирус, лишается вот этой системы защиты. Вот все остальное работает нормально, а эта система защиты, так скажу, а специализация Т-киллеров, это борьба не против бактерий, и не против ядов, а против вирусов. А дело в том, что с вирусными частицами остальные системы иммунитета справляются с трудом. Пусть больно мелкая зараза, и больно хорошо маскируются внутри нашего тела. Так что на коне иммунодефицита, приобретенного иммунодефицита, у человека снижается вот эта ступень защищенности, и целый ряд вирусных заболеваний, с которыми нормальный, не зараженный человек справляет слегка, превращается в смертельное. Отключилась система защиты. Ну, в частности, одна из вообще-то не смертельных опухолей, сакомок опуши. Некоторые варианты вроде бы такой безобидной штуки, как нынешковая инфекция. Некоторые варианты воспаления легких превращаются в смертельное заболевание, с которыми сам организм не справляется. Но сейчас мы не про ТЭС-систему будем говорить. Дело в том, что ТЭС-система с антителами не связана никак, точнее. Она использует их маркеры. А вот сама создать антителами нужно. Антитела создают Бэринфокцитами. Это их основная задача. Основная задача Бэринфокцитов это как раз синтез антител. Как живут Бэринфокцитами? Предшественник родился в красном костном мозге, попал в кровь. Из кровеносной системы вышел сквозь стеночку, попал в лимфокцитическую систему и юная Бэринфокцития оседает в лимфокцитическую воду. Вот проток идущий сквозь лимфокцитическую воду. И здесь на стеночках сидят юные Бэринфокцитии. Как она у вас проходит? Проходит? Ну, часть лимфокцитического узла. То, что я сейчас рисую, это кусочки лимфокцитического узла. Вот они здесь оседают. Кто знает, как называется кусочек программы, записанного на ДНК, в соответствии с которым будет построен один тип белка. Это кусочек программы, записанной на молекуле ДНК. В соответствии с этой программой клетки будут строить определенный тип белка. ДНК. Ребята, именно это и называется геном. Про науку генетику наверняка слышали. Так вот, определение гена. Ген – это фрагмент программы, записанной на молекуле ДНК, необходимой для построения одного типа белка. У вирусов есть вирусная РНК. Вот в вирусах информация может быть записана на РНК, на ДНК. У всех остальных на ДНК. Главный носитель – ДНК. Хотя к концу курса мы с вами к этому определению огромное количество уточнений сделаем. Ну, опять же, в последние десятилетия столько новой информации. Про это требуется. Вот осилия Беррифоцитики. А дальше. Вот такой осилия. Каждый включает ген, где записана программа синхоза L-цепя, легкая цепя. И вот этот ген совершенно особый. Ген L-цепи – совершенно особый ген, чем включается. Вообще-то, что надо написать в программе для того, чтобы при синтезе создавался не любой полипетит, а строго определенный белок? Что там надо записывать? Какие радикалы на аминокислоты? Ну, а их 20 во всех группах. Ну, и последовательность. Вот. Последовательность, к которым соединяем аминокислоты друг за друг. Все, точка. В гене больше никакой информации нет. А количество, если это полная последовательность, она будет включать количество? Конечно. Ну, а как же, если всю последовательность сказали? Она автоматически включила количество. У нас же не ген повторяется. Что? Ну, у нас же не ген повторяется, скорее всего. Да, поэтому для каждого белка свой ген. Для каждого типа белка свой ген. Но ген белков Эльц и Эльц и Эльц совершенно безумный. Это небольшой ген. Ну, там же Эльц и Эльц она небольшая. Но значки в этом гене свободно перетасовываются. Представьте себе компьютерную фору. Программные единички, нолики и единицы, да? Скачу. Части двоичного кода. Вы стали свободно перемешивать. И вот из этой смеси составили некоторые компьютерные фору. Вы можете себе представить заранее, как он будет работать. И никто не может. Такие гены называют случайные гены. Рандомные гены. В результате, пока этот ген не включился, никто не знает, какой идти будет производить вот этот ген, допустим. Вот он как-то перетасовал и перетасовал и перетасовал в значке. А это он внезапно произведет тот пептид, который будет опасен для... Вот сейчас посмотрю, что будет. Вы знаете, что это происходит. А теперь, помните, сколько разных пептидов можно построить для Эльц и Эльц? Один в 20-30-й степени. Понятно, что это исчезающий, могу сказать, вероятность. Скорее всего, каждый участник строит какую-то свою абракодавру, которая вообще ничего не значит, на самом деле. Он построил какой-то лодчик. Каждый из них настроил что-то свое. И выставил этот биолог вот так в качестве мембранного рецептора. Каждый свой тип Эльцепита. Все они вещественные. вещества вашего тела. Согласны? И на этом этапе жизни юных БМ-коксидов срабатывает такое правило. Если рецептор, который они случайно синтезировали, взаимодействует хоть с чем-то, неважно с чем, клетки уничтожают. Итак. На этом этапе какие клетки уничтожены? Те, у которых случайно сожганная рецепь взаимодействовала хоть с одним веществом вашего тела. Вопрос. Какие клетки выжили? У которых Эльцепия не взаимодействует с веществами нашего тела. После того, как эта проверка, этот отбор, эта селекция произведена, выжившие клетки отрываются и уходят в лимфопоток. Обратите внимание, отобрались только те клетки, Эльцепия которых не взаимодействует с веществами нашего тела. Да? Значит, учитывая скорость рождения Б-лимфоцитов, а их миллионы и миллионы, миллиарды ежедневно ваш красный мозг новеньких производит и загибает в лимфопотический узор. Выживает, созревает, крайне небольшая часть. Но скажите, какие, сколько разных вариантов Эльцепий вот эти выжившие будут синтетировать? Ведь каждая Эльцепия это возможность отреагировать на некоторое чужеродное вещество. На то вещество, которое заведомо в организме не встречается. Но сейчас вы сидите здесь. Как вы думаете, сколько разных Б-лимфоцитов у вас курсирует в теле? Сотни тысяч, миллион. Миллионы. Миллионы разных. Каждый из них синтезирует свой вариант Эльцепий. Теперь. Ну, поскольку он синтезирует постоянно, так, рецепторов на поверхности лимфоцита оказывает все больше и больше, вот все, занял всю мембрану, ощетинился. А синтез продолжается. Куда он будет девать антитела, которые продолжают синтезировать? Сбрасывать. Сбрасывать. Во внешнюю среду. В результате антитела начали накапливаться уже не только на поверхности лимфоцита, но и в плазме крови. И время. Так? А теперь, совершенно гениальная история произойдет, если в тело попала какая-то бактерия. и так пришла какая-нибудь зараза. Нужно найти прочтение. Зараза такая, Одно из химических веществ, так, это бактериальная система, смогло прореагировать с рецепью вот этой лимфоцитаты. Случайно, совпали. Отлично. Если мембранный рецептор у того лимфоцита, который, смотри, пока он сидел, созревал, если активирован мембранный рецептор, это включает какой процесс? Удывает. Да, саморазрушение. А теперь, если зрелый Б-лимфоцит вышел в кроветок, и у него активировался мембранный рецептор, это значит, где-то в вашем теле сожжеродное мечтло. Активация в этом случае приведет в совершенно другую историю. Этой лимфоцит тут же оседет на стеночку сосуда и включит программу клонирования. То есть, начнет строить свои клоны. И у этих клонов ген или цепи будут случайно меняться или останется точно такими. Точно такими. в результате он планировал потомок. Потомки сорвались и ушли в кровь. Если хоть один из потомков будет активирован при встрече бактерий, что он сделает? Он еще отлично он осядет и опять включит планирование. В результате что с концентрацией антител именно данного типа? не просто увеличится. Нарастать будет лавинообразно. Потому что активация одного лимфоцита приведет к возникновению десятков новых. Активация десятков новых приведет к возникновению сотен новых. Активация сотен приведет к возникновению тысяч. И так далее. Единственное здесь есть важная штука. Иммунная система не может реагировать молниеносно. Ей необходимо дать время для работы. Поэтому после вот такого обнаружения должно пройти некоторое время прежде чем концентрация антител в крови больного человека достигнет действительно высокого указателя. Высокого уровня. И если бактерии за это время не успели размножиться излишне сильно, а концентрация антител поднялась высоко, что будет с заболеванием? Воскресенье. Конечно, вы выздоровеете. Иммунная система победит возбудителя заболевания. Все бактерии отмаркированы, все действующие лица чужой страны, чужой армии, на них метка поставлена. Ну и теперь пока все спокойно выиграют. Идея понятна? А какие заболевания превращаются в смертельное? Допустим, чума, холера, болезни. Скорость размножения бактерий превышает скорость разгона иммунной системы. Поэтому на самом деле в крайнем раз крайний случай человек заболел холерией. Значит, если при холерии стенки кишечника теряют способность возвращать в обувь из просвета кишечника обратно в организм. В результате у человека начинается непроходящий понос. Понос, в результате которого потеря жидкости чудовищная. Если человек пьет, а вообще пьет не останавливаясь, все равно его тело получает меньше воды, чем за это же время теряет. В результате на фоне холеры от чего человек умирает? От безвозных совершенно. Сейчас разумеется создана антибиотика, которая нормальна будет с холерным библиомом. Если заболевание не запущено, холер увеличить можно. Ну а теперь не дай Бог, попали в ситуацию, когда у вас на руках холерный больной, а антибиотиков нужных нет. На четвертый, пятый день должна наступить смерть от обезвоживания. Как можно попробовать спасти человека без антибиотиков? Пить бессмысленно. Кроме всего прочего, пьете вы чистую воду, а уходить из тела у вас будет чистая вода, то есть чистая аж два или раствор, содержащий соли. Конечно, раствор, содержащий соли. У вас без соли у меня организма. Как только солевой баланс нарушился, у вас отказались работ нервные клетки. А соленую воду? Дело в том, чем вы воду солистую? Поваренная соли, натрифол. А скажите, пожалуйста, сколько разных ионов норме у человека здесь должно находиться? 40. Где вы их возьмите? Все они теряются вести антитела. Так вот, антитела. Если вести антитела, значит, у вас аптека подругой. Тогда антибиотики там есть. Нет, проще. помните, мы с вами когда взбирали сосны, мы говорили, можно ли кровеносный сосуд человека вводить чистую голову? Нельзя. Нельзя. А как же тогда растворять лекарство для того, чтобы сделать раствор? А это очень сильно приближен к здоровью. Физиологический раствор. Физи раствор. Так вот, значит, человек, заболевший холерой, укладывается под капельницу, ему через капельницу два дня, которых не хватало иммунности. Она разгонялась, но разгонялась она медленнее, чем работала холерой вибрион. Теперь, вы дали холру, два дня разгона. Может хватить на то, чтобы иммунная система разгоналась достаточно, чтобы без всяких лекарств а совершенно самостоятельно задавить холеру. Общая идея понятна? Холеру сейчас еще раз. Вроде бы холеру победили или нет? Ребят, кого мы только не победили, только люди что-то умирать не перестали, да? Что значит победили? Да, холера в Нью-Йорке, Париже, Москве и так далее за последние несколько десятилетий хотя бы встречалось, конечно. Единичный случай. Единичный случай. Эпидемиям не дают разгониться. Это абсолютно верно. Вот это совершенно верно. В этом смысле мы победили не холеру, а победили эпидемию. Эпидемию чумы, эпидемию холеры, эпидемию сутного тиха. Разумеется, да, эти эпидемии страшное погребание, они побеждены. Но хорошо, возбудитель какого тоже страшного заболевания уничтожен полностью. Напомните. Маркер от борьбы с этим заболеванием у меня на теле еще есть, а у вас на теле уже нет. Оспа, черная оспа. В настоящее время вирус черного оспа активного на планете просто нет оспы. Нет оспы. Дело в том, что этим заболеванием болеют только люди, а в течение последних 50 лет ни один человек на планете Земля черной оспой не оспы. а что с ней случилось с тобой? Прививки сделали. Что такое про холактические прививки, об этом мы с вами позже будем говорить, когда заберемся уже в жизни целой клетки и с одним чем эукариот и проплевают. Вот тогда можно будет прокручиваться. Сегодня это пока одновало. Черного оспа уничтожено полностью. В качестве активного дикого штамма мы в лабораториях не рождались. Зачем? А дело в том, что вирусы черного оспы в почве не разрушаются очень-очень долго. А в результате лет 12 назад была такая история в эпидемии черного оспы в России до 19 века выкашивали порядочное количество людей. Особенно великосмертность была в случае детского заболевания черного оспы. Там чуть не 15% смертности. Очень высокая. Ну а выздоровший на всю жизнь оставался изуродованной кожей. Такие непроходящие кольцевые шрамы, как кратер вулканов на коже, оспына. Ну и масса других неприятностей. Так вот, больных оспынь, умерших от оста, всегда хоронили на отдельно кладбище. На общее кладбище тогда больных чуму не хоронили. Почему? В самом деле это правильно. По одной простой причине, еще раз я говорю, как нам сейчас понятно, раньше просто из суверных соображений, которые в данном случае очень даже помогают. Мы считали, что здесь чистая и нечистая смерть. и люди умершие от нечистой смерти не должны бежать на той же земле, где люди умершие чистой смерти. Поэтому таких больных хоронили отдельно. Какой это имеет медицинский смысл? В данном случае самый прямой. Вирус черно-оста в земле сохраняется десятилетиями. Хорошо. А вообще это на кладбище, на обычное кладбище. Родище приходит для того, чтобы поминуть своих умерших предков. Да, приходит. Отлично. теперь вас записалось среди могил людей, которые жили предки от этого поселения, записалось пару могил людей, умерших от черного остяга. Во время дождей могильная комната казалась слегка разной. Привет, что начнется? Ост. Новая вспышка эти деньги. А вот оственное чумное холерное кладбище никто никогда не посещает. Детей понятно? Да. Вот. А полный отдаст возник, когда на среднем Денисеи во время разлива реки оказался спадной берега в реке, на мысу которого находилось как раз оственное кладбище. В результате, если бы прогрели эту ситуацию полностью, что бы дальше произошло? День по течения человеческих поселения. А уже несколько десятков лет как детям не делают прививку от оспа. У всех людей моего поколения вот здесь, на левой дельтамидной мышце, вот он, кольцевидный шрам, след от прививки оспа. Но прививку оспа перестали делать уже в 70-х, серединке 70-х годов. В результате у вас есть ли приобретенный иммунитет против черного ста? У вас нет. Нет. Незачем его делать. Потому что нет активного заболевания. Зачем лаборатория держит штаммы возбудителей черного ста? Ну а если не дай Бог, но где-то вспышка. Надо немедленно наладить производство чего-то. Немедленно конечно и лечебных сывороток и холодцов. Так что даже после полного уничтожения некоторого заболевания группы возбудителей все равно в социализированных местах на всей сути сохраняются. Не для того, чтобы потом делать страшное оружие, как это вообще кглупо страшно, как говорится. Вот они гадские ученые создали смертельное оружие для того, чтобы даже не будут комментировать. Ну вот мы немножко с вами поразбирались с защитными свойствами белка. Обратите внимание, для того, чтобы создать вот такую систему защиты, какое свойство белков используется, их страшное разнообразие. из какого-нибудь другого вещества можно ли было построить такое гигантское количество разных рецепторов под все возможные вещества. Нет, только белки обладают таким разнообразием. вещества вещества